С праздником, дорогой Владыка! От всего нашего прихода, от Лесинской земли, хотим поздравить вас с праздником, пожелать здоровья, душевных и телесных сил, чтобы у вас все было хорошо, хоть мы понимаем, у вас большая паства, и вам не хватает времени на все. Но спасибо, Господи, что вы приехали, вместе с нами помолиться, примите хлеб и соль. Спасибо, Господи. Давайте, вот как раз можно хлеб и соль кусить, как никогда. Спаси, Господи, дадим. Так, вот, спаси, Господи, цветочки. Замечательные, свеженькие. Где же ты их хранил? В тенечке? В тенечке, правильно. Помогай, Господь. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресный, во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, царю небесный, утешителю жизни, и живет здесь, и вся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю, прийди, селисяных, и очистены от всяких сменных, и спасти блажендущий нашим. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый, посети, среднемочи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи, Сына небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле, хлеб наш растущий, даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы, оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоей царствуй силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Аминь. И православным христианам нас сопротивны, я даруяй, и Твое сокровяяй, крестом Твоим жительством. Слава, Суи, Сыну и Святому Духу, вознесися на крест вольею, Тебя за именитому Твоему новому жительству. Счезро, Твоя дарь, Христе Боже, вознеси на силу Твоею, победы дая на зуб посады, пособие мучит Твоя оружие мира, непобедимую победу. И ныне и пресно, и веков, аминь, пресно, песно, христианам посыдное, холадок, соскорчу, судьи преложное, не предыдущих молений глазы, но предварительно плавая на помощь нас верно зовущих Тим. Оскори на молитву и почище на умоление, преснависующе, пресно, Богородице, чтущих Трях. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Божий Отец наших, жезлом Иисеум и древом Он им, на Нем же змею, медину в пустыне от угрызения змеев, избавляя люди, привязать и повелел Иисеем образ чеснага, животворящего креста, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, преобразивый им, и вже, дьяволе, силу упразднися, и змеем онным, древним, вселукавым, угрызенный и умершленный род наш, оживотворися, смиренно Твоему безмерному человеколюбию препадающие, молимся и милей сидим, послины неблагословения Твои небесные, и благослови знамени сие крестные, и дашь Ему силу и крепость, благословенного Онога, кровью Сына Твоего окропленного древа, воеже бытие храму сему имени Твоему созданному, покров державен, твердое ограждение, от всякого зла га обстояния всегдашнее избавление, благолепие же и украшение, и знамени видимых и невидимых врагов, страшные и ужасные, всех же в храм сей с верою входящим, и на невзирающим, и распятому на кресте Сына Твоему кланяющихся, благослови им, и силую крестную оградив неврежденных, от всякого зла всегда соблюдим, крест бы есть красота церковная, царем держава, верным утверждением, Павлова похвала, бесов же язва, ей Господи Божий наш, всех верю на знамени севзирающих, и спасительную Господа нашу Иисуса Христа, Сына Твоего смерть воспоминающих, и Тебе прилежно молящихся, милостивно услыши, и человеколюбно помилуй, здравие с благоденствием даруй, и царствие Твое господобие благодати щедротами, и человеколюбим единородного Сына Твоего, с ним же благословенный сиим, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается знамени сие крестные, благодатью Пресвятаго Духа окропление воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Благословляется и освящается знамени сие крестные, благодатью Пресвятаго Духа окропление воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Благословляется и освящается знамени сие крестные, благодатью Пресвятаго Духа, окроплением в Одессе и освященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Оставайтесь сюда. Господу помолимся, Господи помилуем. Господи Божий, Вседержителю, Божий Отец наших, и же древле в Ветхом Завете, подобие херувимов, отрева и злата, и швейного дела, скини и сведения сотворите, повелел Исеи, и ныне образ, подобие святых угодников Твоих не отметай, но приемлей Твоей же верным рабом Твоим, наняв взирающим, прославите Тебе стих прославшего, и почтите житию и делом их, имя же Твоя благодать и царствие восприятие, сподобившийся подражательным бытием, Тебе молим, призведы ныненной иконой сию, честь и память святых мучеников Косьмы и Дамиана, изображенную и написанную, и небесным Твоим благословением благослови, освяти ее, и всем чтущим ее, и притою Тебе кланяющимся и молящимся, и святых бессребренников, чудотворцев Косьмы и Дамиана, мольбу к Тебе призывающим, я коробаю другов Твоих, милостивно послушатель и благий богатый датель буди, избавляй их от всякие скорби, нужды и от всякие болезни душевные и телесные, сподобляй их желаемые Твои благодати и милосердия молитвами святых мучеников, бессребренников Косьмы и Дамиана, Ты бы, если источник освящений благих подателей, Тебе славу высылаем, с единородным Твоим Сыном и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь, мир всех, и Дух один Твоим Муж, а Вы, Ваши, Господи, преклоните Тебе, Господи. Аминь, мир всех, и Благим и Благим и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа, окроплений в Одессе, священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа, окроплений в Одессе, священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа, окроплений в Одессе, священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спасти, Господи, люди Твои, и благослови Достояние Твое. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твое. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твое. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твое. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твое. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твоей. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей. Победы православным христианам, на противные горы, и благослови Достояние Твоей, и благослови Достояние Твоей. Вы все уже имеете многолетний опыт прославления этих святых чудотворцев, совершая, хоть и небольшой, но крестный ход по селу, для того, чтобы вспомнить этих святых, в честь которых был построен здесь когда-то храм, и, наверное, вашими молитвами Господь положил на сердце благодетелям, чтобы они возродили эту святыню. И на наших глазах, при вашем участии, мне всегда радостно с вами встречаться на каждом событии, которым мы здесь с вами вспоминаем и молимся при закладке храма, при освящении центрального креста купола. Сегодня, когда мы с вами осветили очередной крест, который будет вознесен на колокольню, и, взирая на крест, каждый из нас всегда вспоминает, конечно же, распятого на нем Господа нашего Иисуса Христа, накладывает на себя крестные знамения и просит Господа, чтобы Господь не помянул наших грехов, грехов наших предков, которые, к сожалению, разрушили святыню, которая здесь была. И мы, можно сказать, вымаливаем грех тех людей, которые совершили здесь такое поругание святыни. Конечно же, сегодня, совершив крестный ход, мы с вами осветили крест, и также Олег Михайлович, благодетель, один из благодетелей нашей Щегровской, всей епархии, вам преподнес такой замечательный подарок в виде замечательного храмового образа святых бессребреников Косьмы и Дамиана, который будет теперь храниться в этом храме, и вы будете, обращаясь к этим святым, просить, конечно же, здравия телу, так как они, если вы видите, изображаются с ковчегом, с лекарствами, они были врачами, исцеляли телесные болезни, но также они, самое главное, наставляли и исцеляли души человеческие. И мы, обращаясь к этим святым, конечно же, особенно в это время, время посещения нашей страны и всего мира, пандемии, коронавируса, мы не унываем, мы молимся о том, чтобы и молитвами также этих святых бессребреников Косьмы и Дамиана Господь помог нам преодолеть эту болезнь, но самое главное, не просто преодолеть, а сделать вывод из этой болезни, из этого посещения. А вывод напрашивается один, что самое главное здесь, на земле-то, не строить себе комфортное житие, стараться побольше приобрести богатств, комфорта, удовольствия, а самое главное, быть готовым перед Богом дать ответ каждый день. Понятно, мы должны трудиться, зарабатывая на хлеб насущен, над крышу, над головой, но это вторично. И Господь, обращаясь к нам, и в это воскресенье мы с вами слышали из Священного Писания слова, которые до сих пор живы и действенны. Ищите прежде Царства Небесного и правды Его, а все остальное, то есть все мирское, приложится вам. И, к сожалению, в большом мы видим, что большинство людей заботятся больше о земной жизни, стараются побольше приобрести себе какого-то комфорта, удовольствия, получше машину, получше дом, получше явство, получше одежду, но все это разбивается о гроб. И все понимают, что и если человек даже супер богат, имеет множество благ земных, он точно так же, как и обычный простолюдин, придет время, предстанет перед Господом. И все его богатства превратятся ему не на пользу, а может даже и в осуждение. Но дай Бог, чтобы наш народ и народ всей земли сделал этот вывод, что нужно в первую очередь, конечно же, богатеть добродетелями, стремиться приобрести ту благодать Духа Святаго, которую Господь, распитый на кресте, дарует каждому из нас, чтобы люди одумались, перестали стремиться только к благу, комфорту и к вседозволенности, чтобы понимали, что час смертный может наступить быстро и необязательно в старости. Мы молимся об этом, конечно же, и святым бессребренникам Косьму и Демиану, чтобы они помогли нам пережить это попущение Божие, выздоровели мы телом, но самое главное, чтобы люди одумались и начали выздоравливать душой. Вот это самое главное. Всех вас поздравляю, конечно же, с престольным праздником этого храма. Еще немного, еще нам нужны молитвы ваши также усиленно, чтобы наши помощники, благодетели закончили внутреннюю часть храма, и чтобы мы с вами порадовались освящению, и уже стоя, может быть, не под палящим солнцем, а в прохладе храма, смогли возносить молитвы Господу и святым чудотворцам Косьму и Демиану. Дай Бог, чтобы эти святые, которых вы особо чтите, и мне всегда радостно, еще раз повторяюсь, видеть многолюдство ваше, что вам нужен этот храм, что вы родите о нем, что вы молитесь о нем, что вы, невзирая на такую, может быть, не совсем комфортную с точки зрения человеческой погоду, вы, невзирая на это, пришли, прошли крестным ходом, и мы с вами стали свидетелями и участниками очередного замечательного события в истории этой святыни, которая возобновляется на наших глазах. Сейчас, как всегда, мы с вами можем приложиться к кресту, который будет сейчас вознесен на колокольню. Сейчас прикладываемся все и к иконе освященной Косьмы и Демиана и просим, чтобы они умолили Господа дать нам время на покаяние, на исправление своей души нерадивой, на то, чтобы мы и наши сродники еще пожили в благоденстве здесь, на земле, и, самое главное, конечно же, стяжали ту благодать, которую Господь дарует каждому человеку, если он просит. И, самое главное, конечно же, приобрели Царство Небесное. А это, возможно, только одним образом – брать пример со святых и стараться подражать их житью. Как они жили, так и мы должны жить, чтобы стяжать особую благодать перед Господом. И те средства, которые Господь нам оставил – это храмы Божии, в которых совершаются великие таинства. Таинство покаяния, таинство причащения святаго тела и крови Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы осветить нас, для того, чтобы помочь нам дальше духовно развиваться. И вот пройдет немного времени, мы с вами сможем совершать здесь божественную литургию, приобщаться к святых и христовых тайн и молиться особым покровителям этого места, этого поселка, святым бессребренникам Космой Домиану. Желаю всем вам, дорогие братья и сестры, крепости, телесной, здравия телу и спасения души. С праздником всех вас! Спасибо. Городом всех вас! Величаем, величаем вас, святые бессребреницы и чудо твой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы от юности Христа Бога возлюбившее и того повеления всем сердцем соблюдающим Пачи вдасти себе учение врачебному, но добродетельному граде жития и чистоты душевные, силы Христа Бога, не врачевание токма искусства, но пачи неоскутную благодать исцелений, всяких недугов от Бога приялись тем. Отнюдь же любовью и милосердием к недугующим подвязаемим, не токма людям, но искотом исцеления болезней подавайте, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, И не телесный токма недуги исцеляете, но верою в Христовую души просвещаете, в терпении болезнях укрепляете, в тяжких недузях о исправлении житья вразумляете, и ко Христу покаянием привлекаете. Ем же и ныне и нас, припадающих к вам предчестной иконы вашую, скоро услышите, юные дети ваши, помощи в учении книжным просвещая, Вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующим, неземною точь и научение приобрещут, но бачу благочестий и правой вере вынудов преуспеяют, На одре болезни лежащим, человеческие помощи, отчаянным к вам же тепли с верою и сердно молитвою прибегающим, Исцеление болезней ваших милостивным чудотворным посещением даруйте, Многожды в болезни впадающим, от лютых недугов и уныния, молодуши, роптания пришедшие, данные вам от Бога благодатью, в терпении утвердите, Наставите, да уразумеют волю они Божию, святую и благую, и сами себе и живот свой воле Христа Бога предают, В недузях сущих, о исправлении житья нерадеющих, в огрестях нераскающихся, сердшем ожесточенных сокрушите во спасение, Их покаянию призовите, да немощней, сущей телом здраве пребудут душею, и причастницы соделаются Божией спасительной благодати. Братья святаго храма, сего вашего святому, заступление от Бога, врученную всем к усерднюю прибегающим, невреждений сохраните, От долгонедужия, от болезней лютых, неисцельных, от расслабления тела, от иступления ума, от смертоносной язвы, от внезапной смерти, В немощной ходатайством вашим к Богу соблюдите, в правой вере твердых, во благочестие преуспевающих, в добрых делях усердных, В молитве к Богу прилежных, да с вами вкупно сподобятся, в будущем веке, призно воспевайте и славите Всесвятое великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки 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 в